В правом углу ринга Николай Валуев и люди спорта на Спорт.ФМ. Бокс первый раунд. Добрый день дорогие друзья. Я надеюсь, что наша передача застала вас не в дороге, а тех, кого застало в дороге, ничего. Им наверняка будет очень интересно услышать нашу тему сегодняшнюю. А говорим мы вновь о художественной гимнастике и прекрасная представительница этого замечательного вида спорта, в котором мы, слава богу, пока, я надеюсь, впереди в обозримом даже и необозримом будущем будем всегда первой Анна Гавриленко. Добрый день. Анна, добрый день. Я хочу представить и рассказать чуть-чуть ту самую малость. Я готова себе послушать. На самом деле чемпионка Европы, мира Олимпийских игр в Пекине по художественной гимнастике в составе сборной России, естественно. А после Олимпиады вы решили завершить карьеру, но об этом позже. А первый вопрос, который мы всем нашим гостям и гостям задаем, почему вы занялись именно вот этим видом спорта? Я была очень активным ребенком, и моя мама уже, наверное, не выносила этого, потому что дома был просто дурдом. Я бегала, прыгала, стояла на ушах, разбивала все постоянно. И тут, ну, встал вопрос о том, что пора, наверное, ребенка отдать в спорт. Я думаю, что маме сейчас интересно было его послушать. Да, как правило, ну, все хотят, чтобы фигура была хорошая у девочек, осанка прямая, поэтому... Сначала меня захотели отдать в танцы, привели на пробное занятие. Хореография была? Нет, просто танцы, какие-то народные танцы. И я не прошла отбор, а причиной тому была моя темная голова, мой черный цвет волос. Вот. А девочек набирали, это был какой-то русский ансамбль всех русых, блондинок. И сказали то, что извините, приходите в другой раз. Маме там посоветовала одна родительница, которая уже приняла ребенка, говорит, попробуйте ребенка переодеть и пускай придите, допустим, завтра. Переоденьте ребенка, вообще в другую одежду, другую прическу сделайте. Ну, когда я пришла, мне сказали, вы же у нас вчера были. Узнали. Зачем вы опять узнали? Зачем вы пришли? Соответственно, куда еще? Почему-то выбор упал на гимнастику художественную. Это не было нацелено на профессиональный вид спорта. Это было нацелено только для фигуры, осанки и общего развития, чтобы я куда-то выплескивала свою энергию. Так вот выбрали художественную гимнастику. А как же вы стали регулярно ходить на тренировки, выплескивать там энергию? Мама успокоилась вообще? Мама... А я не то чтобы... Я ее выплескивала на тренировках, но тут пошла следующая история. Когда я приходила домой, то я начинала, мама, посмотри, мама, посмотри на меня, что я научилась. И все, что мы делали на тренировке, я то же самое повторяла дома. Неоднократно. Соответственно, может быть, это даже мне как-то помогло, потом я тренировалась и в зале, и дома этим таким образом. Потому что мне очень нравилось это. Никогда не было такого, чтобы меня заставляли. Я заболела гимнастикой в определенный возраст. Ну, в вашем случае это что был за возраст такой? Меня первый раз привели в 5 лет. Потом мне решили... Было принято решение мамой перевести меня в другую школу. И в связи с этим пауза в полгода была. И я уже в 6 стала регулярно заниматься гимнастикой. 6 лет. В принципе, иногда говорят, что даже вроде как поздновато. Да, особенно сейчас. Почему? В наше время. Почему в наше время? Что было тогда и что сейчас? Гимнастика диктует какие-то определенные правила. Гимнастика тогда была одна, сейчас гимнастика совершенно другая. Поэтому я рекомендую девочкам заниматься с 4 родителям, приводить своих детей. И вы сейчас как раз занимаетесь тем, что их тренируете. Да, да. У меня своя школа с того года. Но мы об этом чуть попозже. Давайте все-таки немного о вашем спортивном пути поговорим. Потому что наверняка очень многие с интересом послушают о том, как вы шли к своей олимпийской медали. С чего это начиналось? Какие-то первые соревнования, может быть, вспомните первого тренера? Первый тренер, да. Отличный тренер. Китайская Нелия Аркадьевна у меня была. Тренер первая. То есть я с ней занималась, наверное, где-то около трех лет, которая вложила в меня все азы художественной гимнастики. И первые мы соревнования были новогодний сюрприз, приуроченный к празднику Нового года, как во всех спортивных школах есть такое. И я заняла уже третье место на первых своих соревнованиях, где на меня уже положили глаз тренеры, которые более взрослых девочек тренируют. Вот, соответственно, после этих соревнований, там за не очень долгое время, я еще протренировалась у Нелии Аркадьевны, меня перевели уже в старшую группу, где работала со мной Мишенина Алла Викторовна и Горбулина Наталья Македоновна. И там уже пошла серьезная работа, то есть я втянулась настолько, что жить без гимнастики просто не могла. Ну а первые успехи когда пришли? Первые успехи на уровне школьных соревнованиях, если, ну для детей это же успех, правильно? Конечно, успех. Это однозначно успех. В 6 лет мои первые соревнования были, в 6,5. Вот здесь от вас, как от педагога, хочу услышать, для родителей это направлено. Насколько важно детям, вот чтобы родители отмечали их эти первые успехи? Я как... Для вас лично это было важно, чтобы мама, там, папа пришли, посмотрели, что вы делаете? Это же... От лица ребенка? Конечно, от лица ребенка. Конечно, интересно, когда мама приходила ко мне, но мама со мной абсолютно не осюсюкалась, и если что-то было не так, она говорила об этом. Когда там, даже мне хотелось, чтобы меня похвалили, она могла не дать мне расслабиться, и это очень важно, поэтому родители должны настраивать своих детей уже с маленького возраста на работу, потому что тренер в зале не может настроить за каких-то там два часа, дети тренируются не больше двух часов, маленькие. Вам рано или поздно все-таки пришлось немного выйти за рамки того города, в котором вы тренировались? Да. Это произошло в 12 лет, потому что надо было определяться, школа или спорт. Вот эта сакраментальная фраза, дорогие друзья, я ее каждый раз слышу от наших замечательных девочек, художниц. Вот в вашем случае, как вы прошли этот этап? Как вы совмещали? Это же очень тяжело. Действительно, нагрузки для такого молодого организма высочайшие. Ранний вид спорта. Да, это очень сложно, потому что тренировки уже в 10 лет начинаются по 4 часа, каждый день в воскресенье только выходной. Соответственно, с утра надо сходить в школу, вечером выучить уроки, но уроки иногда не оставалось сил уже после тренировок в 4 часа. Даже мне мама давала какие-то поблажки, либо помогала мне, либо она что-то за меня вообще сделает, там нарисует. И в конце концов уже так не могло длиться длинное время какое-то, и надо было определиться, либо все, спорт мы на второй план ставим, хотя он для меня всегда был с детства на первом плане, либо уже занимаемся этим профессионально и на другом уровне. Соответственно, было принято решение привезти меня в Москву, и Ирина Александровна Виннер делала у нас просмотры в определенные сроки, и это можно было все позвонить и узнать. И после Нового года мама и тренер привезли меня в Москву на просмотр, на что Ирина Александровна сказала, что этого ребенка надо оставлять здесь. Так вот я здесь и осталась. Сначала на сбор длительный, ну, то есть не сразу вот забирают и с концами. Первый сбор у всех детей длился 2 недели, у меня сбор продлился полтора месяца, потому что... Это во время школьных занятий? Да. Ну, как это вообще интересно? Не, ну, там так все получилось, на самом деле. 3 января был просмотр, были каникулы. Соответственно, я, наверное, неделю выпала только. 3 января я прилетела в Москву. И вот, ну, да, задержалась, там всякие справки нам школа делала. Иногда в этот момент я даже не знаю, как там было, я уже не об этом думала. Я думала о том, что мне надо здесь остаться, выложиться на максимум и постараться не возвращаться назад. Потому что я хотела тренироваться в центре олимпийской подготовки и хотела двигаться дальше. Были определенные цели, которые меня двигали. Аня, давайте прольем немного свет на вот эту самую школу олимпийской подготовки. Буквально там существует и среднеобразовательная школа, я правильно понимаю? Это да, да. И занятия... Углубленная уже в художественной гимнастике. И живем мы тоже на территории олимпийской деревни. Все в одном месте. Фактически вот... Там шаговат 2 минуты, да. И никуда не выходить. Да. Ну, хорошо, об этом чуть-то тоже попозже. Дорогие друзья, мне нужно прерваться... Прервать вас, простите, наш с вами разговор на небольшую паузу. Люди спорта на Спорт.ФМ Николай Валуев Люди спорта на Спорт.ФМ Второй раунд Уважаемые радиослушатели, вновь возвращаю вас к разговору о художественной гимнастике. Олимпийская чемпионка сегодня у нас в гостях, Анна Гавриленко. Ань, вот приехали вы в Москву, стали учиться в этой замечательной олимпийской школе. Как справлялись? Мы учились... Все, мама осталась дома. Да, мама осталась дома. И хочу подметить, что у нас на тот момент не было сотовых телефонов. У нас был один телефон, где жило примерно 12 девочек. И звонили нам на этот стационарный телефон. Родителям разрешали звонить раз в неделю. Ого! То есть один раз в неделю? Раз в неделю, ну и потому что у нас много. Если бы каждый день, ну раз, два максимум. Было две квартиры, и можно было схитрить. И один раз родители могли позвонить на другую квартиру. Там в одну цифру номер менялся. И поэтому можно было два раза в неделю пообщаться с мамой. Это первый год, когда я в 12 лет переехала, с 12 до 13 лет. Была такая история. Когда звонил этот телефон, бежали все дети и конкретно говорили, вот сегодня Гавриленко. И это был мой день. Я могла пообщаться с мамой, что-то рассказать, что-то не рассказать. Вот в таком режиме все это происходило. Учились мы, экстернат у нас был. А сейчас? Это так же происходит? Сейчас я думаю, что так же. Но честно, я как-то не вникала в этот момент, пока не приходилось с этим столкнуться. Сейчас уже. Но в целом вам это помогло? То, что все-таки вы как-то были из привычного своего круга друзей, знакомых, родных как-то вырваны? Но всецело отдавались спорту? Конечно, помогло, потому что это была главная цель моя. И то, что была возможность тренироваться два раза в день, это было для меня счастье. И условия, которые там есть, таких условий на тот момент, да и сейчас, конечно, есть там Новогорск, и какие-то новые объекты строятся. Но именно на тот момент не было лучших условий, и поэтому это просто было за счастье находиться в тех краях. А девочек вообще куда-то возят помимо... Ну, понятно, база олимпийская, ну, допустим, не знаю, выходные, там, театр. Может быть, что-то еще, например. В Новогорске, когда мы тренировались, уже, конечно, да, в Олимпийке, как мы называем этот ЦОП Центра Олимпийской подготовки в Олимпийке, там ты тренируешься и учишься. Выходной есть, ты можешь сходить с девочками в кино, ты можешь отдохнуть, погулять на территории. Соответственно, там были воспитатели, которые за нами смотрели, они сейчас там есть. И, допустим, если к кому-то прилетали родители, то это все очень строго, нужно было подписать у директора, потом прийти, паспортные данные все записывались, и, соответственно, мама, папа или бабушка могли погулять с своими детьми. И время прописывали на 4 часа, допустим, на 5 часов. Вот так досуг был. Ну, досуг был. В вашей жизни рано или поздно случился чемпионат Европы, чемпионат мира, затем Олимпиада, а не позже. Как это происходило? И вообще, что для вас, какое из этих соревнований наиболее важно? Ладно, Олимпиада, понятно, но все-таки вот вспомните, когда вы поняли, что впереди Олимпиада, вот все, еще один шаг, и вы вот-вот-вот выступите. Все началось с юношеского чемпионата Европы, все началось с него. Он проходил в Москве, у нас тогда было 5 мячей, 5 мячей – это предметы, соответственно, может быть, радиослушатели не все в курсе, какие есть предметы. Рассказывайте, рассказывайте. Поэтому есть мяч, обруч, скакалка, булавы, лента. И вот именно на этом чемпионате Европы в возрасте 14 лет мы выступали с мячами. А это правда, что мячи – это наиболее тяжелый снаряд, считается? Он коварный мяч, если он катится. Можно попрыгнуть или не так прилететь в руку, и все, и приедет. Ну, и не только в руку, это самое простое, в ноги может не прилететь. Да, да, в ноги. И покатиться очень далеко. Худорственцы, мало того, ловят его и ногами, и головой, и как-то вот на спине. На спине, на животе, и по-разному, почти всеми частями тела, вот. Спорт-ФМ. Для вас это был обычно, так скажем, конек. Да, конечно, для нас это норма, без которой не может быть художественной гимнастики. Это красота, это как-то соль художественной гимнастики, чего уж там говорить. Чемпионат Европы вы выиграли. Вот, что случилось? Мы были, у нас была отличная команда. Чемпионат Европы в Москве, в Олимпийском, то есть все уже медаль в кармане. Вот мы так думали, думала, наверное, вся Россия, но вот произошло так, что коварный мяч столкнулся с другим мячом, и у нас была огромная ошибка. Мяч укатился за площадку, выпал набор элементов, не засчитался, еще какие-то элементы, и мы стали вторыми. Ну вот этот, наверное, стресс, который мы там в 14 лет пережили, кому-то было 15, некоторые хотели закончить на этом. Ну вот именно для меня тот момент, наверное, подтолкнул меня на дальнейшие какие-то успехи, потому что, конечно, было обидно до слез, то есть это не обсуждается. Все думали, как так, вот все уже, упражнение идеальное, но вот ошибка. Наверное, так должно было случиться, чтобы дальше и мир пошел, потому что, я думаю, меня бы, наверное, в том возрасте, со мной не было такого, что меня, я, конечно, можно себя переоценивать, чтобы меня в какой-то момент заносило. Ну вот как бывает, в детском возрасте выиграешь, ну и все, и ребенок расслабится может. А часто вообще заносит? Ну, бывает, но, назовем, это заносит, да, допустим, что мне кажется, что бывает, когда дети в раннем возрасте только выигрывают, не имеют поражений, никаких проигрышей. Бывает, что они расслабляются, а в тот момент, когда они расслабились, выстрелили другие девочки. Но я думаю, что так должно было случиться, потому что именно тот момент был ключевым для того, чтобы дальше я собралась и стала работать. Возможно, если бы я выиграла, возможно, меня бы куда-то занесло, я расслабилась, уже подумала, медаль есть, потому что все-таки в 14 лет, ну, это тоже серьезная медаль. Конечно. И дети в том возрасте не могут правильно оценить свою победу, могут ее неправильно потом как-то использовать, расслабляться, там, перечить тренеру, то есть все по-разному. А тут меня раз, так, я думала, что уже все, медаль в кармане, сейчас вот все будет хорошо, а оказалось, что нет, девочка, еще работай сильнее дальше. Ну, а каково это, работать в команде, когда, может быть, ты выполняешь все 100%, а кто-то сделал ошибку? Как потом найти общий язык? У нас, вот мне повезло, у нас была очень дружная команда, что в тот момент, что в этот, и когда уже, конечно, и таких поражений больше не было, не было больше. Это было самое крупное поражение, которое случилось в моей спортивной жизни. Этот юношеский чемпионат Европы. Это всем хватило. У вас состав не менялся? Нет, менялся, менялся, конечно, и неоднократно менялся, но в тот момент, когда чемпионат Европы, то команда, юношеский чемпионат Европы, это тот возраст, когда команда собирается именно на этот чемпионат Европы, потом всех распускают, и кто-то идет дальше, кто-то не идет, кто-то останавливается на этом чемпионате Европы. И все знали, что сейчас будет чемпионат Европы, а потом мы все разойдемся в разные стороны И, соответственно, такая команда ради одного крупного турнира Мы его проиграли, стали вторыми, но я думаю, что никто не стал ничего выяснять У нас, как наш тренер говорит, случилась ошибка дураков У нас столкнулось два предмета в воздухе Ну, это действительно смешно, это достаточно нелепая ошибка для большого спорта То есть это достаточно большая редкость Это смешная ошибка, дети могут бросить мяч по одной траектории, а маленькие дети Соответственно, в принципе, это нелепая ошибка просто Это практически на ровном месте уронить Столкнулись два предмета в воздухе и все Мяч покатился, это ужас какой-то, эмоции, но это должно было случиться А в момент подготовки как справлялись с желанием поесть лишнего? Точнее, может быть, того, что хочет организм, но спорт требует держать себя в руках Очень многие девочки нам рассказывали, что это одно из самых тяжелых испытаний в жизни было Для меня это было несложно Я знаю девочек, которые не могли себя ограничивать в еде, и для них это было трудно Я понимала то, что лишний вес – это травмы, лишний вес – это проблемы с тренером Это, возможно, из лишнего веса могу вылететь из команды И, соответственно, мне было проще его контролировать Были моменты, конечно, наверное, когда я весила больше, чем надо Но я старалась очень быстро это исправить И это не обсуждается, ну, как-то тяжело, да, тяжело Но когда человек занимается в художественной гимнастике большим спортом Это неотъемлемая часть, и тут как бы жаловаться и плакаться Ну, я думаю, что да, плакаться не стоит Дорогие радиослушатели, буквально небольшая пауза Мы вновь с вами поговорим о художественной гимнастике Возвращаю вас в нашу студию, дорогие радиослушатели Мы говорим сегодня о художественной гимнастике Если тот, кто только что включился, я для него напомню Что Анна Гавриленко у нас сегодня в гостях Олимпийская чемпионка И, конечно, она нам раскрывает премудрости этого замечательного вида спорта Этой, без малого сказать, такой ранней, но большой-большой профессии Третий раунд Ань, получилось так, что этот вид спорта, как, впрочем, и другие Требует от спортсменов максимального напряжения и сил В вашей жизни случился и чемпионат мира, и Олимпиада в Пекине Вспомните, что это было На самом деле, это очень знаковая Олимпиада Происходило ведь много событий и политических, и спортивных Вспомните, как это было Для нас это был тот пик У нас команда была очень дружная Вот, и все знали то, что, скорее всего, если мы выигрываем Олимпиаду, то мы уходим Почему? А проблемы были такие, потому что Олимпиада далась очень тяжело Не в плане эмоциональном, а все были с травмами Серьезными травмами А китаянки очень серьезно готовились к этой Олимпиаде Да, все готовились к Олимпиаде очень серьезной И мы знали, что если мы выиграем, то мы заканчиваем И, соответственно, это был тот пик, который мы должны были выступить У нас все 100%, которые мы можем Чтобы, если выигрывать и уходить из спорта, то мы должны были такое яркое пятно сделать в спорте И знать внутри глубине души то, что мы сделали максимум Всегда, когда, мне кажется, спортсмен внутри, на своем последнем турнире знает, что он сделал максимум То ты уходишь с легкой душой в эту большую жизнь Но когда что-то идет не так, и ты знаешь, что могло быть лучше То, мне кажется, что потом всю жизнь как-то было бы не по себе И, возможно, даже еще бы остались, наверное, в спорте, чтобы добиться своего успеха Олимпиада, конечно, это ни на что не похожий турнир, чемпионат Это уникальное что-то, потому что, когда мы, допустим, только заехали в Олимпийскую деревню Ты видишь всех одинаково экипированных Одно дело, ты когда художниц приехал на турнир, у каждой своей экипировкой А здесь ты приходишь пообедать, поужинать, позавтракать И ты видишь своих Ты видишь по экипировке своих других спортсменов Ты даже, может, вообще не знаешь никого, но ты понимаешь Чувствуешь эту силу, ответственность перед страной И вот один дух в Олимпийской деревне, конечно, стоит многого Ни на одном турнире, ни на одном чемпионате такого нет Ни на одном вот этого духа В свое время аббревиатура СССР очень много значила для тех, кто одевал эту форму Заслуженно одевал В вашей жизни так же произошло, что вы одели форму сборной России Вот эта надпись «Россия» что для вас значила? Ну, она как-то вас мотивировала? То есть, или вы относились к этой форме? Я относилась к этой форме Да, я относилась, если честно, так, в принципе, как спортивный костюм Когда была первая экипировка в моей жизни, конечно Это была просто такая дикая радость Вот перед этим чемпионатом Европы Первый раз нам выдали Ну, это счастье просто Потом, конечно, это уже стало систематически И, в принципе, это никак не удивляло Это было как само собой Неотъемлемая часть тоже спорта Но когда я увидела на других спортсменах в этом же месте, на Олимпиаде Эту же экипировку и полностью все так же И ты чувствуешь, что все сильнейшие люди собрались из России спортсмена Лучшие люди разных видов спорта собрались в одном месте И вот они здесь, и вот мы должны победить Это уже другое Вы испытали наверняка то, что не испытать многим Чего уж говорить Олимпийские медали Золотые олимпийские медали достаются далеко не всем Когда сейчас по телевизору смотрите Какие-нибудь Олимпиады Даже, не знаю, зимнюю, может, смотрели в Сочи Думаю, смотрели Да, смотрела Чувства какие-то испытываете? Хочется быть там внутри Вот, потому что та атмосфера Еще раз повторюсь Я вот летала в Лондон Смотрели мы Олимпиады Тоже за девочек болели, за наших Когда ты внутри Даже в Лондоне Ты в Олимпийскую деревню У нас не было аккредитации Нас туда, соответственно, не пустили Это уже по-другому Когда ты сам там внутри А не со стороны смотришь на это Со стороны по-другому То есть я была в Пекине Как участник В Лондоне я была как болельщик И это совершенно две разных вещи И человек, который не побывает Внутри того самого мероприятия То, наверное, все равно На все 100% Не почувствуешь, не понять будет Той атмосферы Конечно, на какие-то, может быть 50% ты поймешь, что это такое Но когда ты участник Олимпийских игр Это совершенно другое Ну, в ваше время В художественной гимнастике Были одни правила Затем их поменяли Они были введены пару лет назад Совершенно другие И даже до 2016 года И включили упражнения со скакалкой Да, да, есть такое Чем это чревато? А может быть, это лучше? Нет, сейчас гимнастика совершенно другая В том плане, если у нас был определенный набор элементов Сейчас они тоже есть Но включились танцевальные дорожки Которых раньше не было Соответственно, чем больше танцевальных дорожек Есть в упражнении Тем лучше И гимнастика стала более танцевальная Помимо, если раньше у нас тренерский состав Тренер основной Хореограф В принципе, наверное, этого было достаточно Тренеры просто и хореограф То сейчас нужен тренер по танцам Потому что девочка, которая не может танцевать Сейчас она в гимнастике Может потеряться Потому что сейчас это основа Да, а в тот момент Танцы это было Мы могли просто сделать Из классического балета движение И Это было бы достаточно Сейчас Нужно именно Если музыка у нас Там Не знаю Какая-то латинская То танцы должны совпадать Просто взмах рукой Гимнастический уже не поможет Сейчас гимнастика стала На мой взгляд Очень интересная Своим Движениями Вот этими танцевальными Не только взмахи ногами Элементы Прыжки Но и движения телом Красивые Ну то есть Сейчас она Динамично Считаете Развивается Да Просто идет вперед Таким образом Может быть это метаморфоза Но в лучшую сторону Возможно, да Возможно, она стала Где-то даже проще На это проще Она стала и сложнее Ну вот я говорю Гимнастка, которая сейчас Плохо двигается Ей, конечно Надо учиться танцевать А раньше ты мог Никак То есть ты не умеешь танцевать Но это не страшно Для гимнастики Причем здесь Гимнастика и танцы раньше То сейчас Это все стало вместе Нужно уметь Для того, чтобы учиться Танцевать Необходимо Обладать чувством Ритма Да, да Чуть бы я не сказал Так-то Само собой Это тоже Но все-таки Чувством ритма Музыкальный слух А если у девочки Это отсутствует Что делать Но у нее Замечательные физические данные Вот допустим Ну можно конечно Это обыграть Все Какими-то Не брать сложной музыки Для Допустим Мне кажется Латиноамериканские Мотивы уже не подойдут Надо брать классику Классика То есть какие-то Классические движения Для гимнасток Будут ближе Соответственно Нужно грамотно Подбирать музыку И гимнастка будет Ее будут воспринимать Как классическую гимнастку А не как Там Разностороннюю Допустим Некоторые девочки Хорошо виляют бедрами И хорошо Делают классику То есть Это одно А гимнастка Которая не может Танцевать Она будет только Значит Делать классику И это уже будет Это не страшно Почему Просто она будет Позиционироваться Как Такая классическая Гимнастка Просто У нее будет Своя программа Да у нее будет Это абсолютно Выбор музыки Можно выбирать Разную музыку Это на Что ближе Что гимнастка Сможет выразить Чтобы музыка была Чтобы музыка Ее не переигрывала Это очень важно Это важно Это одно из самых Один из самых Важных моментов Когда ты смотришь На гимнастку И музыка Переигрывает То это уже Неинтересно Ты видишь Что гимнастка Слабее музыки Это уже Не так интересно А когда все Слитно То есть Она справляется С темпом Она чувствует Ритм То это уже Конечно Такая идиллия На которую Очень приятно Смотреть Даже если человек Абсолютно Не разбирается В гимнастике Кстати Очень хорошо видно Как вы Рассуждаете На эту тему И судя по всему Вы рассуждаете Уже как педагог Сколько лет Вы уже тренируете Я тренирую 5 лет То есть сразу После олимпиады Практически Получается 19 лет Вы приступили Да Дорогие друзья А об этом После небольшой паузы Уважаемые любители спорта Возвращая вас Возвращая вас в нашу студию Мы сегодня говорим Напоминаю О художественной гимнастике У нас олимпийская чемпионка В гостях Анна Гавриленко И в свое время Также завоевав Олимпийскую медаль Она задумалась О том Почему бы не воспитать Достойное поколение Сначала В тот момент И что тут говорить Мы прошли Не через одни руки Тренера Мы начинали У одного тренера Потом перешли К другому тренеру Потом В центре олимпийской подготовки Я была У прекрасного тренера Янина Алла Николаевна Огромное спасибо Тоже Очень большой вклад Сделала В мою жизнь Дальше мы пошли Уже К следующему тренеру И То есть Определенные знания Они есть У меня Поэтому Мне надо было Время Чтобы понять Как эти знания Мне самой лично Скомпоновать И Вкладывать их В детей Тем самым Я взяла Вот эти три года Чтобы получить Какой-то опыт Все-таки детки Детки у нас маленькие С которыми я работаю От трех лет И Родители тоже Должны видеть То что тренер Они просто Есть имя Как спортсменка Пришла Тут что-то сделала Тяп-ляп И не умеет С детьми обращаться Соответственно Мне надо было Все это Пройти Через это Первая группа Конечно Которую я набрала Дополнительное образование Мне самой было Даже Как-то Сложно Потому что Ну 19 лет Мне было на тот момент И Особо Младших братьев Сестер у меня не было Тут трехлетние дети Я думаю Так Что с ними делать Ну и все А потом конечно Уже пошел Опыт Уже какие-то ситуации Одно Другое И с того года Было принято решение Мной Открыть свою Уже Школу Не как дополнительное Образование Поэтому у нас Вот в этом году Второй учебный год Мы планируем Расширяться Дети Хочу делать филиалы Потому что В Москве Соответственно Очень трудно Родители подстраиваются В Москве немало Школ По художественному Много очень Школ Но Мы хотим Мы хотим Для осанки И то есть Это не так Как моя мама Когда-то сказала Это категорично Это уже То есть Им действительно Не нужна Вот эта сумасшедшая Растяжка У них другие цели Поэтому у меня есть Такая группа И соответственно И я говорю сразу Допустим Вот у нас есть группа Занимайтесь А филиалы Почему? Потому что родители Не готовы возить Своих детей Через всю Москву Как бы не было Какое бы имя Школа не было А как это выглядит Филиал Школа Ну допустим Во-первых Это не легкое занятие Открыть Где-то Определенные Вот в точке Целый гимнастический зал Это Вам кто-то помогает Как это происходит Я полностью занимаюсь Этим сама Но естественно Моя мама Помогает мне В каких-то Больше В бухгалтерии Поисками залов Все это Я делаю сама И с залами Действительно Существует у нас Проблема Именно подкудрственную Гимнастику И я думаю Что люди Которые занимаются Таким же делом Как и я Они понимают О чем я говорю Вроде бы у нас Спортивных комплексов Там много Но В вечернее время Там у нас Играют в футбол Баскетбол Под другие виды спорта Да Оно выделено Даже если это Какая-то Негосударственная Организация То им Интереснее Запустить Команду Футболистов Ежели художественную Гимнастику Вот вы только что Сказали о гибкости Это вообще Приобретенные Или развиваемые Развиваемые Есть некоторые Рождаются Гибкие Их уже Мягкие связки А некоторые Я не была У меня был ребенок С средними данными Соответственно Просто трудолюбие Другое дело Как ребенок Хочет трудиться И хочет ли он Это вообще Вам приходится Сталкиваться С непониманием Родителей Ну допустим Или ребенок приходит Плачет меня Там ломают Тянут Заставляют Слезы Родители разные есть Некоторые говорят Все Доченька Мы не придем сюда Больше Не плачь А некоторые Есть Родители Которые Заинтересованы В развитии Ребенка Я считаю Это правильно Все-таки Дети в 4-3 года Не могут сделать Правильный выбор Сами И их нужно Направлять Есть ли Какие-то Предубеждения Насчет Художественной Гимнастики Ну допустим Мифы Которые Вы знаете И может быть Один из них Вам более неприятен Развеется Ну я не знаю Вот так в принципе Мифы о гимнастике О том Что Детей там Ломают Например Некоторые Мы не хотим Занять гимнастику И зачем это надо Там только ломают детей Травмы Нет 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 Я говорю Ну вот посмотрите на меня Ну вам же пришлось С травмой выступать Ну это уже был Большой спорт И это была моя ошибка Это все-таки Я на тот момент Перед олимпиадой Травмировалась Там отдельная история Это было Наверное Все-таки от меня Отошло Это не спорт Я могла Этого могло Не случиться И я бы Отлично Без травмы Выступила И так же Закончила спорт И пошла в жизнь дальше Просто тогда Было стечение обстоятельств Я похудела Мышцы работали Очень сильно Мышцы работали На другой вес А я резко похудела И вылетела Прыжок так И это легче стало Что потом Приземляясь Не чувствовала Где пол И нога подвернулась И я считаю Что здесь В основном Моя вина А не вина спорта Абсолютно все Девочки Которые к нам приходили Они говорили о том Что это действительно Серьезные нагрузки Но целью Ребенка сломать Тренера себе Вообще не стоит Конечно бывает Безграмотный тренер Но этого сейчас Уже не так много Вообще Это не наш с вами случай Конечно Так что Я уверен Что с вашими детками Подобное не произойдет Как вы думаете Достаточно ли сегодня Говорят о художественной Гимнастике Я считаю Что в этом плане У нас стало Больше Стало слышать О художественной гимнастике Ежели в то время Когда я тренировалась Сейчас И девочек Куда-то приглашают Наших Там Если раньше Вот ты Бросила спорт И все Даже вот сегодня Я у вас тут Это настолько приятно Нам всем Двойне приятно Что вы После спорта Нашли себя Вы ведете Свои школы Это здорово На самом деле Я надеюсь На этом не закончится У вас целый мир Да Конечно Нельзя останавливаться Вокруг Мне больше всего Импонируют Как раз спортсмены Которые себя После карьеры Находят И в жизни И абсолютно Вот этот переход Пускай может быть Для кого-то болезненный Но происходит Перелом какой-то И человек идет дальше Это очень важно На самом деле И буквально Под занавес Какие-то Ваши жизни Бывают Суеверия Расскажите Вот интересно Все спортсмены Суеверны Вы Были суверия Командные Мы приходили в зал У нас у каждого Должны были сумки стоять В правильном порядке Мы должны были зайти Когда мы выходили из отеля Выезжали на автобусе Мы заходили за старшими Садились Молчали Думали И все И шли Выходили По старшинству Сначала старший выходит Потом Ну по возрасту По старшинству Мы выходили из номера В общем Черная кошка отдыхает Я поэтому думаю Что я тут Не переслушать Наша Вы знаете Я хочу вам пожелать Чтобы никакая Черная кошка Никогда вам в жизни Дорогу не перебежала И ваши девочки Когда выучатся И станут чемпионками Так же тепло Вспоминали О своем тренере О вас в данном случае И радовали нас Своими успехами Как вы В недавнем прошлом Радовали И радуетесь Сейчас я уверен Спасибо вам огромное За ваш вклад в спорт Я думаю Что все наши Радиослушатели К этим теплым Добрым словам Присоединяются Спасибо огромное Дорогие друзья Я вновь Надеюсь услышаться С вами через неделю Хорошего всем настроения Добрых выходных Дамы и господа Победила Дружба Люди спорта На Спорт.ФМ